Так, ну что, дорогие друзья, карта Дынюк в защите, как и говорилось ранее, команда Бустера в атаке команды не придумали. Первая пистолетка, Пока находит первый фраг, Данжер Леха погибает, и здесь пока что три фрага с одним разменом. Остается Фандер в соло, потому что команда Бустера что-то не почувствовали на пистолетке своего соперника, ну и, судя по всему, 1-0 именно за ним, хотя, возможно, Фандер 1-4 попытается потащить. Возможно, возможно, сделайте, пожалуйста, потише у меня Громова в ушах, а то он у меня как-то кричит, спасибо большое. Вот, и на экран нам, пожалуйста, игру, будьте тоже добры, на большой, это будет прям идеально. Ну, Фандер тут вряд ли уже, понятное дело, что-то сделает, хотя, знаешь, пистолетка — это дело такое, на пистолетке можно и попробовать, на пистолетке может и залететь. Поэтому сейчас посмотрим, каким образом он будет действовать. Звук игры бы еще добавит нам? Звук игры бы еще добавит, да. Так, ну что же, Фандер, 52 секунды имеется, бомба не на руках, бомба под присмотром команды Бустера, все хорошо, у защиты. Но я думаю, что довольно редко такие все-таки плачи, да, случаются, и здесь погибает сразу же от Поки. Хороший пистолетный раунд от команды Бустера. Дальше, по идее, 2-0. Ну, защита должна брать свое в любом случае, хотя, когда, помнишь, мы еще с тобой в последней нии уже нашего комментировали, кастили любые матчи на нюке, атака все больше и больше начала набирать раундов. Да. Ну, посмотрим, в любом случае, это может быть дефолтный старый нюк, который мы привыкли смотреть. То есть, защита доминирует, атака значительно слабее. И атакующим очень сложно выстраивать свою атаку, но, возможно, мы будем видеть некий дефолт. Звук, да, Катенька, мы знаем. Сейчас звук пофиксят, сейчас звук вернется. Обязательно. Тут у нас пока происходит... Происходит... Убийство. Команды не придумали во втором раунде, причем в ноль. Ну, ладно. Полетели пятюниги. Ну, и кому-то прям отбили руку неплохо. Ну, и теперь полноценная закупка для команды ютуберов. Давайте смотреть. И интересно мне больше, знаешь, эта история, куда будет направлен выход. Будет ли хотя бы, знаешь, вот эта потенциальная попытка раскидать нормально смоки на ту же улицу? Ну, улица это дефолт, мне кажется. Там даже особо и смоков знать не надо, чтобы улицу раскидать. Там можно интуитивно прокинуть улицу, ближний, дальний, и просто попробовать пройти. Ну, опять же, со стороны это выглядит все легко. А вот как на деле, строго, кстати говоря, с XM-чиком будет принимать у нас выходящих. Ой, нет, не будет. Денджер Леха моментально его сбривает. И строго шансов никаких. Денджер Леха еще и дальше закрывает бустера. Ну, и проблемы. Денджер Леха, ты посмотри на него. Остановите кто-нибудь этого зверя, потому что он уже сделал минус три. Ну, и остается только Пока и Каравай. Снайперская винтовка. Ну, и давайте смотреть. Нинус от Каравай имеется по наджер Лехе. Бомба пока еще не стоит, но я думаю, это довольно быстро. Сейчас изменит команду, не придумали. Да, ну и бомба ставится на базе B. Ну, и в ретейк выходить здесь абсолютно не надо. Ни одному, ни второму. Да, пусть и деньги будут. Закупка будет полноценной для команды бустера. Но все-таки здесь калаш забрать, подсейвить его с гранатами, диффузами и вторым армором. Ну, и также авик с гранатами и вторым армором. Супер дорого сейчас погибать и одному, и второму игрокам команды Team Booster. Так, ну и в итоге 2-1. 2-1. Довольно быстро команда не придумали. Берет в узды своего соперника. Ну, и дальше мы с вами уже посмотрим за раунду под номером 4. Ну, там опять же интересно, почему так вальяжно действовал у нас Дэнджер Леха под А-базой. То есть он просто зашел, накидал по головам и ушел как бы. Вообще абсолютно непонятно, почему он так сделал. Так, дорогие друзья, ну а вы не забывайте про наших друзей из Приматч. Ведь их не остановить. 15% кэшбэка на все прогнозы в киберспорте. Акция действует до конца недели. Залетай по ссылке из Порт.ПМ Кэшбэка. Читай правила. Всем удачи. Ну, а мы смотрим за четвертым раундом. Что по закупке у защиты. Так, калаш по 90 АВИК и 2 МК. Довольно серьезная закупка. Поэтому здесь команде не придумали. Будет очень и очень непросто. Ну и снайперская метовка сразу на секрет падает от Поки. Ну и все-таки стенка смоков имеется. Раскидка довольно плотная для игроков. Атаки прямо сейчас. Ну и проход на улице начинает быть активным. Поехали смотреть. П90 бустер. Интересно, что он с этим П90 сделает. Пока. На приемке с секрета. Будет встречать игроков, которые будут заходить у нас через улицу, если получится. Денджер Леха здесь у нас также занимает верх мейна. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Заметил. Только немножко как-то. И один вроде заметил. И друг. А нет. Пока не заметил. Денджер Леха все-таки делает килл. И пока остается без ЗВП. Слишком агрессивно он в этой ситуации сыграл. И сейчас еще авик потеряли. Можно спокойненько забирать его. Если сейчас десаут пропустит игроков. Одного нет, не пропускает. Второго. Но стреляться ему опасно. Бустер минус по инсайду. Размен от шока также по славе. Ну и минус от строга. Пока. Три в два. Каравай лезет на девять. Установка бомбы уже имеется. Фандер. Минус два. Размен от Каравай. И последний. Остается в будке. Граната летит. Граната не настигнет своего адресата. Ну что же. Каравай диффуза имеется. Можно попытаться сесть на диффуз и пытаться фейкануть. Ну хотя бы фейкануть надо, чтобы сопернику хоть немножко подвигать по карте. Да, может на мужика до конца. Кстати говоря, раздиффузил бы скорее всего. Если бы до конца на мужика. Да ладно. Вот это тайминг для шока. Как раз в тот момент, когда Каравай начал диффузить бомбу, он приходит и ставит голову. 2-2. И по экономике на самом деле есть небольшие проблемы у команды защиты. И вроде как ютуберы готовы выходить вперед на атаки. Это на самом деле будет интересно, если ютуберы выйдут вперед на атаки, друзья. Ну это не позавидую я, в общем, команде бустера. По итогу, как мне кажется, будет очень и очень сложно, если отдадут очень много раундов за защиту. Каким-то образом нужно будет потом все это дело фиксить при смене сторон. А как это фиксить? Вообще непонятно. Тендер Леха пока выживает. Не добивает его. 22% здоровья остается. И он по итогу живет на скале. Пока все еще на аутсайде контролирует все это дело. По голове Фандера прострелом попадает. Вот этот прострел Фандера спасает. Как раз таки Каравай с Амиком. Так, заметили за кредиткой Десаута. Пока все-таки ретируется чуть глубже под Сикрет. Но и здесь прям очень хочет под мейн выйти. Команды не придумали. Ну и Десаут все так же за кредиткой контролит игрока на скале. Да, здесь Лехе очень и очень опасно пикает. Ну, не разбился здесь хорошо. Так, Леха пока живет. Так же и живет Десаут. 55 секунд. Довольно медленный раунд. Десаут разгоняет с позиции кредитки. 12 хп. Но на самом деле, если бы Леха его контролил после молота, он бы скорее всего его перестрелял. Ну и в итоге ротация обратно под лобби. И в это время Строга теряет огромное количество хп. Флешку накидывает под соперника. Шикарная флешка. Минус Ат Строга, правда, погибает. Он и погибает. Бустер плюс Десаут. И пока с Каравайом остаются вдвоем. Ну, тут надо засейвить Каравай Абик. Вариантов отдавать его вообще не должно быть никаких. Но это третий раунд. Пока. Ой, какой тайминг. Какой же тайминг. Там сейчас еще Денджер Леха может спуститься. Посмотреть. Ой, ой, ой. Он тоже его не видит. Но он за Покой вроде как идет. Да, вроде как идет. И вот только вопрос. Встретятся они по итогу или нет. Да, но Пока все-таки здесь погибнет. Пока погибать будет. Да, Пока погибает. И это сейв АВП от Каравай. Это 3-2. Это очень опасное начало для команды Бустера. Да, действительно. С такими темпами и на пятую карту можно выйти. Напомню, вторая карта у нас ДАЗ-2. Ну что же. От тебя не слышно. Да, Екатерина пытается дополнить наше комментирование, но ее не слышно. К счастью и к сожалению не знаю. Так, ну что. Выход на шестой раунд от команды, дорогие друзья. Но мне кажется, нужен какой-то, знаешь, болдер-раунд команде Бустера, чтобы немножко встрепенуться, почувствовать силу в себе. Ведь команда не придумали играть за слабую сторону сейчас на карте Нюк. Поэтому они в очень-очень хорошем расположении духа. Но опять же, сконцентрированы абсолютно все, поэтому давайте смотреть. А нам, кстати, сейчас Екатерину подключат. И Катя будет нашим третьим собеседником в рамках этой карты. Ну, сами напросились. Хорошо, смотрим дальше. Это саут. По голове попадает неплохо Микгарашу. Но по итогу отваливается Пока. Хорошая стрельба от него. В упоре боятся, боятся Поку. Не хотят подходить на этот МАК седьмой. Ну и Пока в принципе-то сдержал вот этим одним выстрелом и одним убийством. Здорово. Ну, Дэнджер Леха снова каким-то... Ой-ой-ой, да как же так. Ну, я на самом деле разделяю негодование славы. Потому что, ну, казалось бы, вроде должно прям в лицо прилететь, а прилетело в ответ. Ну, там и прилетело в лицо, 14 хп осталось у Дэнджер Лехи. Только проблема в том, что Юмп-то... А, ну вот. Если кто и может остановить этого зверя сейчас, это... Только свои. Ну что? Каравай снова сейвит. 4-2. Наводка. Так, ну что, Каравай-то прекрасно все слышит своих бегающих соперников. Но вроде как минует его опасность. 4-2. Первые два раунда, напомню, были за командой Бустера. И пока 4 безответных в атаке. Это, конечно, немножко неожиданный старт. После 2-0, я думаю, думал, Бустер и команда будут несколько поувереннее себя позиционировать на нюке. Но пока мы видим, что ютуберы подсобрались. Подсобрались очень жестко, полетели кулачки. Да, проблемы. Проблемы серьезные. И пока не вижу я вот той уверенности, того запала, той экспрессии, которая была у команды Бустера. Куда-то они ее потихоньку начинали, начинают упускать, терять, как хотите называйте. Два Амика, Десаут и Каравай. Пытаются они сейчас каким-то образом здесь отыграть. Но вообще уже пора бы в защите раунда забирать. Потому что если будут отдавать и дальше, то это очень плохой исход. Вы думаете, чего не хватает команде Бустера? Команде Бустера чего не хватает? Да все, мне кажется, у них энергия кончилась, если честно. Но я буду рад, если я ошибаюсь. Я буду рад, если я ошибаюсь. Ты же хотел 5 карт. Почему ты рад? Он хотел их, но не от всего сердца. Так, ну ладно. Бустер готов принимать выход с хата. Ну и давайте посмотрим, получится, снимать или нет. По 90 в руках от Поке из первой минус. Приемка выхода со скрипа. Бустер готов или нет. Вячеслав! Нормально урон внес. Погибает еще один игрок атаки. Ну и теперь ситуация становится для Шока максимально неприятной. 1 в 4. И по Шоку-то информация есть. Его прекрасно. Игрок на хате слышит. Поэтому Шок принимает решение отсюда ретироваться. И попытается, наверное, прилететь на базу боя и поставить бомбу. Ну а даст ли ему соперник поставить эту бомбу или нет, узнаем уже очень и очень скоро. Но с другой стороны, у Шока несколько иное понимание, как события должны развиваться дальше. Каравай слышит. Каравай погибает. Но это, ну, какая-никакая минус экономика. Да, у Каравай деньги будут в любом случае на следующем раунде. Сэвил он 2 или 3 раунда подряд. Ну и Шок в это время заходит под базу боя. Там в аквариуме плюс в нижний десаут. То есть, по идее, команда должна здесь принимать хорошо и строго делает разницу. В раунде под номером 7-3-4. Но закупку в атаке все еще будет. Ну, вроде как потихонечку начали собираться ребята. Хотя, опять же, сложно сказать. Исходя из одного раунда, который они взяли, пробуют, пытаются, но не могу сказать, что это пока выходит. В любом случае, нужно сейчас брать раунды, ломать экономику оппонента и уже выходить вперед. Потому что пока у них этого не получается сделать. Сейчас с экономикой У не придумали уже. Начинаются неприятности. Каравай. Все так же в два амика отыгрывают фрики. Мега раш на ноге. Ой-ой-ой-ой-ой. Мега раш есть минус один. А тут строго. А строго только одного закрывает. 4-3. Так, да, с таким разменом тяжеловато в ретейк будет уходить команде бустер на точку B. Потому что, в принципе, плент неудобно, да, так скажем, ретейкать, если у тебя заранее нормальных позиций нет. Но пока. Идет под аквариум. Два игрока в районе рампы будет. И попытаться нужно Десауту как-то прийти на помощь к своим тиммейтам. А здесь неподалеку от него номер 7. Это данджер Леха, который будет закрывать ротацию на рампу. Да, Леха пока что не знает, что справа от него оппонент. Но в это время инсайт минус по Поке. И все-таки Леха минус по Десауту находит. Последний бустер остается. И Славе надо уходить. Славе надо уходить. Слава перестреливает инсайда. Ну и все-таки попытается засевить, наверное, свой кольт. И там же второй армор, парочку гранат и диффуза. Это раунд под номером 5 для команды ютуберов. Хороший. Хороший раунд они придумали. Ну и здесь данджер Леха. Вышел на поиски соперника. Ой-ой-ой. Он его забрал или нет? Да, да, да. По этой реплике от данджер Лехи можно было понять, что он все-таки погиб. Хорошо. Не забывайте, друзья, напоминаю вам очередной раз про париматч тайм. Наши друзья из париматч приготовили для вас классную акцию, в которой вы можете участвовать. Все, что вам нужно сделать, это кликнуть по баннеру, связать свои аккаунты, твича и париматч, и, соответственно, ознакомиться внимательно с правилами. Все это делается для вас, для трансляции на твиче. Вам нужно просто сидеть и смотреть на наш замечательный шоу-матч и попытаться поверить в удачу и выиграть те самые скины. После каждой карты париматч разыгрывает скины. Дарит скинов на 200 долларов. Баннер находится в описании по трансляции. Так, ну а здесь от поки ротация обратно под секрет, а Десаут с МКП пытается своего соперника на улице приговорить к участи. Но пока что есть по нему информация, Данжерлёх буквально немножко потерял хп, а вот начинается ответный прошив через вот эту металлическую конструкцию. Ну и пока никто из этого файта не вышел победителем, а вот все-таки Десаут погибает. От бустера имеется размен. Фандер сопровождает своих тиммейтов проходом на точку. А, хорошая граната, бустер не дочекал 9 до конца, потому что вроде дал гранату, а Данжерлёх в итоге ее миновал строго. Идет на халпул мега раша, проблема по хп. И мега раш, ведет своего соперника и перестреливает строго. Остается Пока и Каравай. Ну что же. МПХ плюс Максим в таком ретейке ну крайне тяжеловато будет. Да не, не, тут уже все. Пока-то, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот теперь поки выпрыгнуть и перестрелять. Да, так и есть. Поки можно попробовать забрать, соответственно. Ой, а может и не можно. А может, да, не получается. Может пойти как-то подбодрить их? Что? Может пойти как-то подбодрить их? Подбодрить лучше не мешать сейчас, Екатерина. Конечно, если у вас свои методы. Ну не сейчас. Да, мне шептут на ушки. А когда будет пятая карта, Алексей? Да. В перерыве между четвертой и пятой можете подбодрить, Екатерина. 6-3. 6-3. Пока все очень и очень неплохо складывается для команды ютюберов. Но это только начало. Правда, в самом начале, когда ты берешь 6 раундов в атаке, ты уже заявляешь, что ты очень и очень неплох. Знаешь, в чем проблема еще главная? В чем? Потому что когда будет защита и у Фандера будет АВП, там будет тяжеловато пройти. Да. Причем Фандер будет, мне кажется, очень активно с Амиком передвигаться по карте, чтобы находить эти фраги. Ну а здесь пока же данджер Леха. 11-8. Какой же шикарный старт от него на этой карте. Моментально занимает сейчас крышу мейна. Ну и проход от мегаража в итоге уже под секрет. И давайте смотреть строго с деглома. Один как раз таки без девайса. От Лехи уже первым минус по десауту строго размен. Но инсайд также в быстрый эстафет фрагов перенял от своих тиммейтов. И Пока готовится на врыв от Фандера. И Фандер. Фил де Фандер. Погибает. 3 на 3. Данджер Леха также по хп довольно жестко просел. Пока видит своего соперника. Да, тут слышно было, что и мегараж подсказывал своему тиммейну. Ты его видел-видел за кредиткой. И в итоге постплайн ситуация, судя по всему, нас с вами ожидает. 2 в 3. Ну а кто ее заберет, давайте уже смотреть прямо сейчас. Полетели. Каравай. Вместе с Покой и Бустером. Сейчас нужно это брать. Потому что Шок сейчас может увольнять как минимум одного. Хороший у него угол. Инсайд. Прочекают ли его. Закидывают ему Молик. Да, он подгорает. Начинает уходить. А почему информацию не дали, он у Пока все равно увидел. Шок последний. И это раунд для команды Бустера. Ну хорошо, что так. Потому что если бы и дальше продолжили отдавать, мне кажется, тут уже было бы очень сложно вернуться. Ну да, там действительно уже было бы из разряда фантастики что-то, чтобы в этом противостоянии на карте нюк давать жесткий бой. Но посмотрим. Мне кажется, нужна опять же взбучка какая-то командная ребятам из Team Booster. Так, ну, в принципе, Вячеслав-то вроде как заряжен, а тиммейты остальные как-то подутихли немножко. Ну и 4-6. Пять раундов нам еще посмотреть с вами в первой половине, уважаемые друзья. Сейчас по девайсам Калаша Ави, даже 2 Калаша, 3 Калаша, нет 2, 2 Калаша, все, уже в глаза долблюсь у команды Team Booster. Ну а в это время про чек скрипа от Денджер Лехи. Если бы еще и Молотова прилетали со стороны атаки на этот кат и под флешки выходили пикать, я думаю, там команда Team Booster сразу бы сказали, что парни, давайте-ка, наверное, на следующую карту. Здесь все понятно. Вы знаете, раскидки с вами неинтересны. Ну, вот тебе и здрасте, вот тебе и пожалуйста. А представляешь, пятая карта даст. Просто дефолт, дефолт и оставлять напоследок. Но это жестко, на самом деле. Так, Десаут закрывает Денджера Леху. Не получается у него через скрип верхник никак действовать. А вот инсайд просочился. По инсайду никакой информации. Улицы отпустили. Здорово. Это проблема инсайда полностью, что он сейчас Десаута не перестрелял. Но в любом случае ситуация 2 в 2. Мега Раша Шок против Строга и Каравая. Чей дуэт окажется сильнее? Вот в чем вопрос. Так, ну смотрим. Установка планета имеется строго. Был переигран Шоком. Ну и здесь Каравай с Калашом. Мега Раш чекает выход на хату. И делает разницу в этом раунде. 7-4. Кулачки полетели у команды. Не придумали. Ну и им остается еще один раунд, чтобы первую половину гарантированно выиграть. Хотя там уже вопрос будет стоять касаемо того, насколько велико будет преимущество перед тем, как выйти на вторую половину. Так, ну и Фандер, видимо, колет сейчас более детально раунд для своей команды. Ну и на этот раунд у команды Бустера имеется две Мки. Диггл, МПХ. Ну и Юсп для строго. Ну как-то непонятно, да, почему-то кто-то делает эко, кто-то форсит. Как-то все в разнобой у команды Бустера. Не знаю, то ли это легкий тильт, то ли еще что-то. Данжер легка. Пока. Думал сначала уже до конца в него весь урон влил, чтобы тот погиб, переводился на второго. Но это сыграло свою роль строго. Прочекает ли его справа или нет. Да, прочекает Шок. Ставит по нему моментальную голову. 3-4. И снова база Б. Давненько, да, так скажем, команда Бустера уверенно не принимала соперника под этой позицией. Ну, пока, я говорю, дыры в обороне у них есть. То есть у них спокойно могут пройти улицу, они ее не законтролят. У них спокойно могут пройти базу Б. Улица, вот, улица прям что-то странное там происходит. Там один Поко, и Поко просто пушит. Он пушит улицу, пытается кого-то убить. Получается, не получается, неважно. Пробует, но, как я уже говорю, даже после килла его убивают, и все, улица открыта. Дальше, что хотите, то и делайте. Хотя Поко является абсолютным фраг-лидером, понятное дело. 14 на 7, к нему никаких претензий. 8-4. Первую половину уже выиграли. Команда не придумали. Полетели, полетели. Бустер Молотов сразу же под выход со скрипа. А в это время строго на улице попытается дать свой первый минус в этом раунде. Мега-Раш Савика будет просматривать позицию аутсайда. Но в это время три игрока под скрипом готовы, видимо, под флешечку влетать. Флешка полетела, и будет ли врыв? Да, врыв должен быть прямо сейчас. Десаут хоронит первую, или же нет? Нет, слушайте, пока что строго находит первый фраг. Строго второй фраг с деглом отрабатывает просто шедеврально по своему сопернику. Ну и выход имеется. Это шикарная приемка от команды Бустера. Последний мега-раш с АВП, он здесь немобилен, простреливает первого. Не попадает, а вот строго забирает. Ну что же, три игрока выживают, плюс какие-никакие деньги имеются у Бустера и его команды. И это 8-5, два раунда еще в первой половине нам надо посмотреть. Вроде бы неплохо, а вроде как и уже мало. Все то, что сейчас делает команда Бустера, они должны это сделать. Потому что если они и семерку не заберут в защите, при смене сторон может быть очень сложно. Просто очень сложно. Как мы и говорили, там будет фандер, он будет в защите, он будет искать место, он будет искать оппонентов, которых можно перестреливать. И он, скорее всего, у него это будет получаться. Но, опять же, это вопрос времени, пока непонятно, произойдет это или нет. Пока зажал, по голове получил, на базу А зашли. Базу А смотрел у нас, получается, один человек, как я понимаю. И это был Пока, которого отсмочили в мейне. Все. Вячеслав предвкушает победу своей команды. Слышно боевой клич. Ну а мы понимаем, что команду не придумали. Минимум себя организовали преимущественно на три раунда. Перед второй половиной. Ну и на следующий раунд в итоге все ушли на сейв, понимая, что денег и так не очень много. Поэтому закупка будет комфортной у команды Бустера. Но это последний раунд будет первой половины. И атака, конечно, здесь не придумали. На очень хорошем счету. Нет, ребята, здесь шесть какая-то, если честно. Потому что девять в атаке. Ну куда это? Я даже не знаю, что будут делать в атаке уже команда фриков, если честно. Но такое ощущение, что что-то произошло. То ли внутри команды, то ли устали просто, то ли еще что-то. То ли мотивации не так много победить у фриков, как у команды ютуберов. Не знаю, не знаю. Предполагать можно сколько угодно много. В любом случае, давайте просто продолжать смотреть. Десаут занимает улицу. Скрывает инсайда. Снова в это время подключился. Десаут минус два, практически минус три, четыре, но нет. Забрали все-таки, все-таки забрали этот раунд у нас стримеры. Но это 9-6, Громов. Да, совершенно верно. Ну и пистолетка чрезмерно важна команде Бустера, потому что именно с этой пистолетки, возможно, будет камбэк. Но я думаю, сейчас на плюс морали команда ютуберов моментально подсоберет все, что только можно, чтобы сконцентрироваться и продолжить свою гегемонию в рамках Денюк. Но, но, какое же контрдействие придумает команда Вячеслава? И придумает Ли. И придумает Ли. Да, вот в чем самый главный вопрос. То есть не скажем... Так, подожди, а там у Поки 17, 8, 10, 10 у строго. В принципе-то по киллам хорошо идут два игрока, команда Бустер. Ну что, быстрый выход на рампу. Давайте смотреть, кто там будет принимать. И там шестой номер. Это шок, а шок с беретами. Так, попытка первого перестрелять. Каравай моментально отходит назад. Понимаю, что в соло стреляться здесь не нужно. От Фандера первый минус. При попытке выйти куда-либо. Ох ты, минус от строго имеется. 3 в 4. И попытка выйти на базу Б. И там Данжер Леха не опускает своего соперника. А в это время шок находит еще фраг. Ну и последний строго. В спину к нему приходит Мега Раш. Хороший флик от строго. Ну и один в два остается. Там и шок, и Данжер Леха. Ой-ой-ой. Патроны, патроны. Два патрона остается всего лишь. Раз, два, все. Патронов нет. Об этом не знают его оппоненты. Но ему нужно подобрать оружие. Ору... 10-6. Вторая пистолетка за командой ютуберов. Опять же напомним, что был счет 2-0. Пистолетку, соответственно, первую выиграли команда Тим Бустер. А вот теперь отвечает команда ютуберов. Но на самом деле завершать подобное БО-5 нужно классикой жанра. Это Даст-2, СНГшная карта. Но, с другой стороны, и не с таких камбэков приходилось возвращаться. Многим профессиональным командам это, конечно, проецировать на данный лайнап, наверное, неправильно. Но я все-таки это рискну сделать. Плюс деньги для фармилок у команды. Не придумали последний, остается строго с деглом. И его здесь также ожидает та же самая участь, что и постигла его тиммейтов. Да, 11-6, друзья. Сейчас будут деньги у команды атаки. Авика там точно не будет. Вроде там ни у кого не хватало. А вот когда появится авик в защите, интересно посмотреть. И что с этим авиком будут делать у нас ребята. Потому что, как мы с вами говорили всю первую половину, Фандер может удивлять с этим АВП. Но если до него дойдет, соответственно, Фандер с этим АВП и будет удивлять. Но давайте смотреть все-таки раунд под номером 18. Фандер появляется авик. Да, у атаки, как я и говорил, авика нет. Есть крик у строго. 4 АК 47-ых. Два фармгана остается у команды. Не придумали. Две короткие АМ-ки и тот самый АВП для Фандера. Так, ну что же. Флешечка. Флешечка моменталочка. Пока что первых фрагов нет. А вот и он. От Фандера. О чем мы и говорили, что в защите этот девайс будет невероятно жестко. Карать второй минус одним в этом раунде. Два в четыре. Команда бустера теряет одного за другим. Каравай и Десаут последние. Но и Десаут, быть может, сейчас расчехлит АК 47-ой и покажет, что к чему. Контролит выход на мейн. Но здесь сразу два опорника на точке А. Плюс два закрывают улицу. Ну и Десаут выходит. Видит своего соперника за вентилями. Перестреливает. Но 7 хп остается. Слишком много ресурсов было затрачено. Десаут. Так, там пауза у нас от поки прописывается. Каравай. Есть минус по инсайду. Стоимость 2 в 2. Фандер. Получает серьезный дэмэдж по себе. 10 хп остается всего лишь у него. Ну и нужно каким-то образом сейчас ему тут действовать. Есть, кстати говоря, все шансы у команды атаки, у Десаута с Каравайем. Затащите этот раунд. Фандер. Будет ждать игроков, которые сейчас будут подниматься. Промах от него. Информация у Шока имеется. А вот по Шоку инфы Ник. Какой абсолютно Шок ошибается по стрельбе. И дарит этот раунд, скорее всего, команде Бустера. Если сейчас Фандер не сделает чудо. А там хватит буквально двух тычек. Одна. Ну и, соответственно, сейчас будет вторая, скорее всего. Если он сейчас еще и прошьет, то это пиши пропало. Ооооо. Жесть. Какая же жесть. Какая же нереальная плюс мораль для ютуберов. И они все дальше и дальше уходят в отрыв. Слушай, ну это, конечно, камбэк заслуживает нереального уважения. С 2-0 так вернуться. Это просто жесть. 12-6, дорогие друзья. 4 раунда до победы команде не придумали. И что сейчас по закупу будет у команды Бустера? К нам на огонек даже заглянул Александр Симпл Костелев. Поприветствуем Симпла в чате. Не знаю, за кого он болеет. За ютуберов. За стримеров. За стримеров. Но, Саша, тебе большой привет. Но, правда, за кого ты болеешь? Ну, конечно, что я спрашиваю. За стримеров, конечно, правильно? Очевидно. Ладно. Смотрим дальше. 12-6. Фандер, как я и говорил, сделал чудо. И это интересно. Интересно, почему правильно? Потому что мы с вами, друзья, наблюдаем. 19-й раунд, в котором Шок встречает уже Бустера. На Кот Салди плохо, строго. Фандер по нему дорабатывает. На рампы выходят у нас, ребята, со стороны атаки. И занимать будут базу Б. Так, ну, 3 на 3. В любом случае, довольно тяжелый ретейк предстоит. Если все-таки дадут без проблем, но поставить бомбу команде Бустера. Бомба устанавливается. Причем устанавливается на базе Б. И да ладно, как же здесь прикрыл в итоге Десаут. Ну, было бы, наверное, чуть более приятно, если бы Десаут успел дать этот фраг до первого минуса со стороны защиты. Ну и последний, Каравай. Надо стараться клачить эту ситуацию. Есть флешка. Можно попытаться, наверное, открыть дверь, дать флеш и пикнуть, если кто-то будет дифьюзить бомбу. Но, с другой стороны, там есть дым. Поэтому дым на бомбу. И сразу же дифьюзи должны игроки команды. Не придумали. Ну и в итоге Каравай первый минус находит. Прошивает с дыма. Каравай! И не успевает. И даже не добивает. Но теперь все-таки фраг есть. И это 13-6. Здесь даже, мне кажется, знаешь, уже где-то какое-то невезение, что ли. Или я аж не знаю, что здесь. Как это объяснить? Каким образом? Ну вот все рядом летит. Там остается-то 10% здоровья. Но Каравай. Ни одна пулька не залетает. И это, друзья, 13-6. Я уж не знаю, спойлер это для вас будет или нет. Но что-то, мне кажется, камбэка на нюке мы не увидим. Хотя я буду рад, если я ошибусь. Фандер, глава по Поке, первый уже отлетает. Ситуация большинства для команды не придумали. У Бустера проблемы со счетом 7-3-13. Все не очень хорошо. Так, ну что. Обороны на базе готовы принимать. Правда, Каравай довольно быстро дал размен. И уравнял ситуацию до 4 в 4. Десаут. Контроль на 20-ку. Шок на 22 хп. Флешка полетела. Еще дабл килла от Фандера. Но Фандера здесь простреливает еще. А, нет. Это все-таки строго погибает в другой конце локации. В другом конце. Но Десаут последний остается. По нему информация была на рампе от Фандера. И здесь его готов встречать на точке А. Мега-Раш. Как только дверь откроется, скорее всего поставит точку. 14-6. Два раунда до победы. А значит, два раунда до второго Даст. Слишком много двоек здесь. И 2-2 по картам будет. Двойки везде. Еще одна небольшая статистическая информация в твою голову. Ни одного раунда в атаке со стороны команды Бустер. Ни одного на данный момент. И это понятное дело. Ну, я думаю, что парни уже отпустили, наверное, на каком-то, знаешь, таком-то, типа, ментальном уровне. Ладно, парни, давайте на Даст-2 и будь что будет. Ох, это я не знаю, произойдет так или нет. Покам влетает под базу А. Делает минус по Мега-Рашу. Данжер Леха здесь на размене. Здесь еще инсайд слепым закрывает строго. Каравай влетает. Ситуация 3-2. Шок и Данжер Леха против тройки. Против трио Данжер Леха. Есть первый минус. Дальше Бустер на размене. Падает у нас Данжер Леха. Шок последний против Десаута и Бустера. Ну, Шок, судя по всему, пойдет с мейна прямо сейчас. Кстати, экономика вообще практически на нуле у команды ютуберов. Поэтому, если раунд не берут, то, скорее всего, даже за два раунда сейчас будет. Шок. Вячеслав отсюда принимает решение сбежать. Ну и правильно делать. Надо все-таки на классе доиграть этот раунд. Но все-таки от Шока есть минус по Бустеру. И Десаут летит в спину своего соперника перестреливать. Да ладно, ой-ой-ой, если бы Шок сейчас еще и Десаута убил. Но все, времени нет, дорогие друзья. Это раунд номер 7. А вот тебе и первый. Только ты сказал, что не брали они раунда в атаке. Как моментально раунд появляется в активе Бустера и его товарищей. Ну что, 7-14. 7 раундов подряд нужно брать, чтобы догонять своего соперника. Но это кажется очень и очень непосильной задачей. В атаке это все очень сложно, друзья. Взять 7 раундов в атаке это... Ну, не то, чтобы невозможно. Возможно, все в этом мире, в этом Counter-Strike. Просто пока по игре команды фриков сложно, если честно сказать, что они смогут это сделать. Но если смогут, пожалуйста, им и карты в руки. Посмотрим. Так, слава. Отличный зажим от него. Минус 2 при выходе из курятника. Там только Фандер на размене. Но вот сейчас большинство для команды Бустера. И, возможно, это большинство сыграет свою роль. Так, ну, смотрим здесь. Десантура под базу B от команды Бустера. 4 АК 47-х. Кольт плюс Диггл плюс 5-7. Защитенную и Фандер. Сильный модный молодежный в очечках. Готов говорить вам добрый вечер от Фандера. Фандер, Фандер. Все-таки находит фраг. Есть по нему необходимая информация, что он в аквариуме. Его готовы закрывать. Строго ставит точку в этом раунде. 8-14. Ну, Дигг, на самом деле, на полноценный бай по-прежнему нет у игроков защиты. Но в любом случае какие-то пистолеты плюс арморы будут. И борьбу навяжут в этом раунде. Ну, чуть раньше бы, да, вот эти раунды начали забирать, возможно, какой-то... Да шансы, на самом деле, и сейчас есть. Главное самим в это поверить. И, возможно, еще раунда 2 как-то встрепенут команду Бустера. И начнется набор раундов. Шансы есть всегда. Надежда есть всегда. Главное самим в это верить и не сдаваться раньше времени. Но посмотрим, друзья. У нас тут поджим. Мега-Раш. Вместе с Шоком закрывают первого. Бустер сопротивляется. Шок еще один минус. Бустер уже стреляет по своим. А не надо по своим. Надо по врагам. Это ситуация 4 в 2. Нет, все-таки Пок сопротивляется. 2 в 2. Все неплохо. Вместе со Строго они остаются. Мега-Раш и Фандер против Поки и Строго. Ну, во-первых, бомба в лобби. Это значит, что игроки защиты никуда не пойдут, пока соперник сам к ним не придет. Фандер в итоге, смотрите, какую позицию занимает. И понимает, что с улицы, судя по всему, кто-то придет. Ладно, смотри, какой тайминг Фандер выбирает. И Пок его здесь вообще ждать не будет. От минуса от Фандера. Последний Строго. По нему информация пока отсутствует. Ну, если сейчас заберут этот раунд, это просто браво, потому что экономики там не было. Делали они экономический раунд. Просто запушили ноль. И вот тебе на нуле нашли сопротивление. Точнее, не нашли сопротивление, потому что просто-напросто перестреляли всех и вся. Но Строго может оттащить клатч, если сейчас чуточку подзапотеет. Строго начинает выходить, просматривать лобби. Аккуратно пытается все сделать. Есть флешечка, моменталка. Открывается, закрывает петлю. Ой-ой-ой-ой-ой. Че дал? Че дал молодой? А Ваня сегодня уже спасал свою команду. И делает это еще раз. Спасает как минимум от пятнадцатого раунда. Слушай, ты представляешь, что здесь будет твориться, если это будет камбэк? Это же просто какая-то лютая жесть будет. Но здесь парни из команды Бустера максимальным образом уже сосредоточены. Надо делать дальше. Надо наводить суету в рамках уже следующего раунда. Но давайте смотреть. Строго занимает улицу. Есть там снайперская винтовка для Дэнджер Лехи, кстати, что и интересно. Потому что, да, обычно Фандер берет в защите, но Дэнджер Леха допускает промо. Обидно. Казалось бы, стоп. Куда? Куда? Дэнджер Леха улетает в никуда у нас. Игрок. А это что такое? Фандер. Ну, здрасте, пожалуйста. Че-то совсем по позициям как-то начали разваливаться. Ну, и в итоге 3 в 5. Да, но, возможно, Шоков хоть как-то спасет эту ситуацию. Строго инстантно просто в голову отрабатывает по Эрику. И здесь, наверное, надо все-таки уже мега рашу сейвить вместе с инсайдом. Тут никуда в ретейк не выйти. Слушай. Как-то потихонечку с радаров пропадает. Команда не придумали. Ну, давайте смотреть. Возможно, следующий раунд будет под их эгидой. Есть фраг от мега рашу. Но его здесь уже команда бустера не отпустит. Да, есть по нему фраг и по инсайду. И только одного потеряли. 14. 10. И с экономикой проблемы. Сейчас, скорее всего, один раунд отдадут. А представляешь, что у нас 14? Ну, это будет историческая штучка. Штучка, да. Штучка историческая будет, да. Так, а что у нас там? Пауза? А, нет, все хорошо. Никаких пауз. Играем дальше. Давайте смотреть, друзья. Раунд под номером 25. Да. Закупаются у нас ребята из команды не придумали. Пока уже взрывает первого. Десаут и бустер подключаются к своему тиммейту. Ситуация 5-2. Инсайд. Нет, падает от рук бустера. Денджер Леха также не справляется со своими обязанностями. И очень хорошо, что команда бустера закрывает это, не потеряв ни одного девайса. Бустер словно перфоратор пробил эту оборону через улицу. Ну и сделал счет уже относительно близким со своей командой. 14-11. Перевес уже не кажется таким великим. Пять раундов подряд. На всякий случай напомню, что был счет 14-6. Вау. Ну и что же. Снайперская метовка теперь для фандера. Вот это уже гораздо опаснее для команды Вячеслава. Но и на рампе будет отыгрывать шок. Раскидка парочкой гранат. Так, бустер. Из пристройки. Держит. Держит под прицелом выход из-за реактора. Но инсайд не пекает. Так, инсайды начали раскидывать. Инсайд за реакторами. Встречает первого. Закрывает бустера. Каравай в это время сделал минус по мега рашу. Инсайд минус 2. Инсайд чуть ли не минус 3. Каравай и дейсалат подключили. Ситуация 3 в 2. Фандер промахнулся. Все, что он просто стрелял. Остается только лишь шок. И у него проблемы. Либо ему идти и растаскивать. Либо просто засейвить АВП. Потому что денег там нет. 14-12. Выход на 13-й. Вот что нужно было команде бустера. Вот серия раундов. И вот эта невероятная уверенность в себе. Ну и пауза берется. Команда ютуберов. Понимая, что все-таки отдали уже 7 раундов подряд. Играя при этом в защите на невероятном кураже. И опять же я посмею предположить, что виной тому тот раунд от строго 1 в 2, когда уже остался. Вроде должны были забирать его игроки защиты. Но что сделал Ваня, это было просто шедеврально. Но в итоге 14-12 экономически. Ну или бай полторы тысячи для ребят из команды ютуберов. Но такие, опять же, пистолеты могут доставить ряд негативных последствий для команды бустера. Но в целом за раунд должны цепляться, конечно, игроки атаки сейчас всеми правдами и неправдами. Друзья, напоминаю вам про наших друзей из Parimatch. Что сейчас у них проходит очень крутая штука. Это Parimatch Time. Вы можете выиграть скины после каждой карты. Разыгрываем скины на сумму в 200 долларов. Все, что вам нужно сделать, это перейти по баннеру в описании. На сайт Parimatch. Слезать свои аккаунты Twitch и Parimatch. После чего, соответственно, внимательно прочитать условия проведения этой акции. И просто смотреть стрим на Twitch. Просто смотреть и просто попытаться, так сказать, чтобы удача вам сегодня улыбнулась. И выиграть скины у Parimatch. Баннер находится в описании под трансляцией. Так, ну что же. Тактическая пауза для ютуберов заканчивается. А значит, продолжается у нас. Паримач! Ну, я думаю, вы все-таки прекрасно слышали то, что должен делать сейчас. Вячеслав дал краткие наставления. Ну и полетели. Здесь имеется скаут. Два дегла Чешка плюс МПХ. Ну, серьезная закупка, да? Для команды не придумали относительно того, что денег и так нет. Но при этом позволяют себе вот такие девайсы. От Строга есть первый минус. Бустер палит себя тем, что выдает Молотов за дефолт. Фандер со скаутом. Мега раш на приемке мейна. Пока у нас, соответственно, уже прошел на нулевой этаж. Пытается здесь кого-то найти. Но вот проблема, что пока никто под его прицел не попадает. Инсайд все так же на курятнике ждет выхода с верхнего скрипа. И вот он Пока. Пока уже чувствует себя здесь очень-очень неплохо. Каравай в это время получил по себе дэмэдж. Решил немножко не агрессировать улицу. Раскидал ее и отходит в это время мега раш. Выключает бустеры. Там и проблема у Каравай по хп по-прежнему. Поэтому смотрим, что будет дальше. Пока что строго. Видимо, под флэш хочет пикнуть своего оппонента со скрипа. А Инсайд сидит по-прежнему на хате. И ждет, пока кто-то из соперников выйдет на эту позицию. Ну а игроки с бомбой идут в несколько иную степь. Есть информация у Караваев. Каравай погибает. От Поки был фраг по шоку. От строго минус. От десаута минус. И от строго еще один фраг. И это 14-13. Но теперь закупка полноценная для команды не придумали. Ну что, друзья. Помните счет 14-6, когда я сказал, что в атаке нет ни одного раунда у команды Team Booster? И где сейчас мои слова правильно остались? На том раунде. На 20-м получается. И вот с 21-го все начало по какому-то магическому образу просто получаться у команды. Слава Бустера. И 13-14. Фандер. Тот самый Фандер, на которого возникались надежды. Есть минус по Караваю. Это бы еще в замедленном режиме сделать. Фандер погибает от Поки. На мейне простреливает все-таки данжер Леху. Здесь пока выход из-за скрипа готовится. И Бустер ждет. Ждет, что же делать дальше. Ну и в смоках. В смоках данжер Леха. Возможно, под флешку сейчас попытается пикнуть. Знает Бустер, что в упоре есть его оппонент. Бустер погибает от Лехи. 3 в 4 большинство за командой ютуберов. Ну а в это время Десаут готов своего соперника здесь перекрыть. Посмотрим, что из этого получится. Один опорник на Б. И больше концентрации защитников ближе к Апленту. Но посмотрим. Шок идет на рандеву с Десаутом. Дойдет ли? И это целых два маппоинта для команды ютуберов. Да, действительно, было слышно негодование одного из игроков команды Бустера. Но два раунда, в принципе, им под силу взять. Ну и реплей, да, действительно, в слопу. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было очень красиво. Причем в голову, в полете. Ну, это что-то из разряда фантастики. Ну что? АВП. 4 АК 47-ых. Полный пул по гранатам для игроков Тимбустер. Два века в защите. Три кольта для команды не придумали. Ну что, стратегия в два ВП сработает ли флешка на выход. Ой, Мегараж! Минус по Бустеру. Там же и довольно битый остается Каравай. А если до прострели того, то будет совсем все плохо. У команды Бустер придется втроем играть. Но пока все-таки 4 в 5. Размена нет. И это проблемы. Плюс Каравайа там по ХП. Мегараж 31. Каравай 24. Строго с АВиком на аутсайде. Мэйн попытался прострелить. Не получилось ничего. Каравай в пристройке. С этой стороны будет действовать. А в это время инсайд закрывает строго. Ой-ой-ой-ой-ой. Каравай минус дэнджер. Леха. Дальше. У инсайда пока не заходит по стрельбе. Пока. Браво. 3 в 3 ситуация. Мегаража не дочитали. Мегаража не дочитали. Дэс-аут последний. У него огромные проблемы. Ему нужно что-то делать. И растаскивать клатч 1 в 3. Или же это пятая карта. Так. Но там по идее на девятке будет шок. Фандер. Контролит обратное возвращение. Или же нет. Так. Мегараж. Будет чекать сейчас своего соперника. А нет. Все-таки Мегараж стоит закрыт. Дорогие друзья. Фандер взял с ним перекрестный огонь. Фандер. Это Мегараж. Это пятая карта. Дорогие друзья. Будет у нас с вами ДАС-2. Слишком рано не уйдем. Это уж точно. Алексей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова